Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой киви-кошелек. Подробная информация в описании. Скажите, пожалуйста, здесь есть профессионалы русского языка или напитков? Здравствуйте, смайлики, смайлики. Прикритите писать эти смайлики. Бесят. Я буду банить всех однажды, когда мне будет не лень. Всех, кто пишет эти ебаные эмоджи, они бесполезные в чатике, не пишите их, пожалуйста. Вот говорят, что можно, но понимаете, что вот моя грамматическая ошибка будет на вашей совести потом. Я даже не знаю, к кому обратиться. Нет, аперитив пьют, чтобы улучшить пищеварение перед едой. А шоколад его не улучшит. Ну, йоу, смотри, в чем у меня, ну, в чем у меня сомнения. Ликер называют, по-моему, в некоторых случаях, аперитивом. Я даже загуглил шоколадный аперитив, и он мне показал шоколадный ликер. Я пил сам шоколадный ликер. То есть, типа, это вроде есть, но я не хочу, чтобы это тупо прозвучало неграмотно. В общем, давайте договоримся. Шоколадный аперитив есть. Если у кого-то будут ко мне какие-то вопросы в дальнейшем, вы меня поддержите, вы скажете, йоу, шоколадный аперитив, нормальная тема, сам пью каждый раз, каждый день. Хорошо? Это то, что дописал, просто куплет про сладости. Думаешь, кто-то будет задумываться об этом? Ну, типа, я задрачиваюсь, я... И для меня текст самая важная хуйня в песне. Ну, музыка, конечно, тоже, но я больше умею текст, неже чем музыку. Я учусь. По-моему, это турецкие эти теракты. Я учусь музлу, но больше... Да, господи, что происходит? Мне интересно, я пойду смотреть. Я, конечно, голый. Не, мне стрёмно. Что это такое? Какой-то плохой фейерверк, наверное. А? Там дым пошёл. А, может быть, просто, да, стреляет кто-то действительно по птицам. Не имеет значения. Всё, короче, договорились. Шоколадный аперитив. Есть. Классно. А мы с Яной приехали в Турцию на, типа, что там, два с половиной дня. Ну, это, типа, опять спонтанное решение. Я увидел, что у нас выдаётся пару выходных. И я такой, бля, ну всё, поехали. И вот прям на следующий день взял биль... Ну, то есть, типа, в день в этот решил. И купил билеты на чуть ли не следующий день, получается. И через, ну, типа, на следующий-следующий. И вот через сутки мы уже, типа, летели. Это очень здорово. Завтра уже домой. Там работа до пизды. Типа, ну, я думаю, что нет уже смысла скрывать. А мы допиливаем альбом. Ну, я пока не буду говорить, когда он выйдет. Держите ещё в голове, что нужно время на сведение мастеринга и на дистрибьюцию. Вот. Допиливаем альбом, а к альбому нужно клипчики готовить. И сейчас прям, типа, a lot of work. Плюс до того, как я решил несколько клипов своих делать, я вписался в клип Николая Соболева. Вот, как сценарист. Я думал ещё как со-режиссёр, но решил срезаться с этой должности, с роли, потому что вообще, блядь, не успеваю. Буду просто, типа, сценарист. И как бы это нужно тоже три дня провести на площадке. И не шагу вперёд-назад никуда. Вот. И ещё плюс я там помогаю коим-каким клипчикам. Сейчас всё лето оно такое клипово-рэпное. Ну, пизда ты. Клёвочка. Клёвочка очень-ка. Мне нравится. Могу пообещать вам трек. Как минимум, хотя бы трек в этом месяце. Вот клип. Не пообещаю. Как вчерашняя игра охуенно. Очень здорово было эмоции до последней секунды. Было чуть-чуть жалко, что проиграли, но ни капли не обидно. И очень радует реакция в социальных сетях то, что люди гордятся больше этим. Потому что было по-настоящему охуенно и круто до последней секунды. Просто, ну, вау. Вау, 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 вау. Я, ну, очень круто, что российские футболисты дали всем веру в футбол. И я уверен, что миллионы людей, без преувеличения миллионы людей, благодаря этому чемпионату в России полюбили футбол. Потому что наши просто охуенную игру показали. Я поставил 10 тысяч символические, просто чтобы интереснее были болеть. Потому что я был уверен, что, типа, у нас купят чемпионат, чтобы придумывать законов под шумок. Но нет, не купили. Ну, видимо, чуваки реально, ну, чуваки клевую игру показали, правда. Это было очень интересно. Кто-то у меня лучший российский игрок. Я пока настолько сильно не углублялся. Что вы там пишете, кроме своих смайликов? Любишь нас? Нет. Даже... Я ценил то, что у меня есть аудитория, которая интересна то дерьмо, что я делаю. Но я не могу сказать, что я люблю вас. Типа, ну, зачем так обобщать? Я очень многих футболистов терпеть не могу. Некоторых просто, типа, ну, респект, вся хуйня. Че, ну, бля, никто не любит своих фанатов, подписчиков. Все пиздят. Я не пизжу, я говорю, ебать. Это, спасибо вам большое за то, что вы есть. Вот, искренне ебать спасибо. Я не зазнавшийся ублюдок, который так говорит. Я и с близкими своими так разговариваю. Типа, спасибо большое. Вы есть здесь, ну, любить, ну, за что вас любить, блядь? Вы что, моя семья? Ну, я вас очень ценю. И то, что я делаю, я делаю в первую очередь для себя, а во вторую очередь для вас. Типа, мне же всегда интересно, что вы думаете. Я всегда спрашиваю мнение, мне интересно, типа. Ну, короче, я очень ценю. Вот о чем я. Главное, не подходите ко мне на улице. Не мой. Че голый ходишь? Да иди, бля, я у басика тусуюсь. Знаете, че, я недавно придумал, я, короче, в аэропорту придумал название своего альбома, я так рад, блядь. Я еще приеду ребятам, расскажу, посоветую с ними, но вроде я нашел, блядь, название, которое отражает всю суть. Круто. Где твои усы, мэн, вы что, команду Э выпустили? Блядь, не дай мне на больную. Однажды, когда мы выпустим команду Э, мы 100% ее выпустим, 100%, я расскажу вам, что это нам стоило, как это происходило и, возможно, дальше даже, чего нам это стоило во всех планах. От нервов, усилий до ебучих денег. Мы не можем не выпустить команду Э, мы не можем этого не сделать, типа, иначе это будет самый тупорылый спуск времени, сил, нервов и денег. Мы обязательно выпустим, но команда Э, как говорится, придет и разъебется тогда, когда ей это будет выгодно. Вообще спрашиваете у Ильича, Ильич режиссер команды, и он главный на команде, это его сериал. Ну, мы писали сериал Ильича, это его идея, все вопросы к Илье Прусикину. Ильич, когда команда Э? Давайте травить его, короче. Я, наверное, начну каждый день сторис писать, типа, чтобы все травили Ильича. Потому что мы ждем действия от режиссера команды. Ну, на самом деле, блин, мы не можем этого делать, потому что мы собраться все не можем вместе, ну, честно. Типа, я вот сейчас альбом пишу, мне не до этого, да, до этого Прусикин писал, потом он в тур уехал, до этого Шляпники постоянно в туре. И типа, ну, видите, мы так расставили приоритеты, мы все в музле постоянно, и нам вообще не до команды, честное слово. Мы, ну, у нас, вот, давайте на чистоту, да, как... У нас же давно очень походил на клик-клаке какой-то проект, где мы всем клик-клаком. У нас редко это происходит. Мы снимаем там всякие, кажется, нащупали, там, что-то еще, всякие сольные, мы, ну, потому что просто мы не можем собраться вместе. И поэтому, по этой причине команда до сих пор не снята. Вот два ебучих съемочных дня, которые мы должны были снять в том году, мы не сняли даже еще в этом. Просто вот, ну, за счет того, что вот так вот расставлены приоритеты. Ладно, чуваки, эй, новый альбом «Женебой» я не слушал пока что. Приеду в Питер, послушаю. Че такое страшное? Ну, я такой родился, ёпта. Зато я харизматичный, смотри. Ебалом могу шевелить, двигать. Смешной парень. Чуваки, все, короче, хорошего дня, хорошего вечера. Я пью Coca-Cola Zero. Без сахара. Респект. Все. Памп.